Решила испечь кекс с отверстием посередине, но специальной формы у меня нет. Беру обычную круглую, в середину ставлю стакан кверх ногами. Будет кекс зебра, чтобы разноцветное тесто распределилось равномернее и легло более красиво, использую донышко от пластиковой бутылки. Ставлю его поверх стакана и чередую белое тесто и коричневое. Честно говоря, процесс просто завораживает. В конце пластиковый рассекатель убираю, кекс выпекаю в духовке и уже из готового кекса вынимаю стакан. Освободившийся центр можно наполнить по своему желанию, например, любыми ягодами. Головки чеснока разбираю на дольки, оставив иногда по 2-3 вместе. На дно банки насыпаю немного соли, укладываю зубчики чеснока. Затем снова соль и опять чеснок. Чередую их, пока банка не наполнится. Таким образом чеснок будет очень долго и хорошо хранится. Готовлю мясной рулет. Чтобы пласт фарша получился очень тонким, делаю так. На доску выкладываю лист бумаги для выпечки. Далее весь фарш и сверху его закрываю вторым листом бумаги. Сначала слегка приминаю руками, а потом при помощи тыльной стороны длинного ножа разравниваю фарш в большой прямоугольник. Убираю верхний лист бумаги, выкладываю начинку и при помощи нижнего листа бумаги сворачиваю рулет. В этом же листе его и буду запекать. Бумажные краешки получились совсем маленькие. По возможности их закручиваю и, чтобы ничего не распадалось, скрепляю канцелярским зажимом. Ну а вот так этот чудесный рулет выглядит в разрезе. На лист бумаги для выпечки выкладываю филе куриной грудки. Закрываю второй половиной листа и отбиваю. При таком способе ничего вокруг не разлетается. После курицу подсаливаю, посыпаю любимыми приправами. Такие отбивные можно убрать в холодильник прямо в бумаге и готовить по мере необходимости. Причем жарю их на хорошо разогретой сковороде без добавления масла прямо в этой бумаге. Тонкие отбивные готовятся очень быстро, примерно 2-3 минуты с каждой стороны. И всегда получаются очень вкусными и сочными. Чтобы заморозить помидоры для пиццы и запеканок на зиму, беру обычный пакет, разрезаю его. Ломтики помидоров выкладываю в ряд, заворачиваю. Затем следующий ряд помидоров и оборот пленки. В таком виде замороженные помидоры легко отделяются друг от друга и можно взять ровно то количество, которое необходимо. Чтобы максимально быстро пожарить мелкую рыбку, насаживаю ее на деревянную шпажку или палочку для суши, как в данном случае. Рыбу солю, обмакиваю в рисовую муке и выкладываю на разогретую сковороду. Как только одна сторона подрумянилась, подняв за палочку, переворачиваю сразу несколько рыбешек на другую. Ну а чтобы быстро удалить хребет и внутренности из жареной рыбки, делаю так. Слегка сминаю ее со стороны спинки и брюшка. Аккуратно отрываю голову и вытягиваю и хребет, и внутренности сразу. Интересно, многие ли из вас, как и я, не выбрасывают деревянные палочки для суши? Ведь им всегда найдется применение. Ведь, например, приготовить шашлычки можно не только на специальных шпажках, но и на палочках для суши. А вы знали, что шампиньоны не нужно мыть? Достаточно почистить их ножом, сняв кожицу, либо очень хорошо обтереть салфеткой. А все потому, что во время мытья шампиньоны впитывают слишком много воды за счет пористой структуры. Если их не мыть, то тогда при жарке не будет образовываться слишком много жидкости. А если грибы замариновать, то впитают они исключительно маринад. И из них получается тоже чудесный шашлычок. А еще палочками для суши очень удобно взбивать яйца. Одна такая палочка поможет нарезать овощи в виде спирали. А две палочки, ограничив движение ножа, позволят сделать интересные прорези. Когда растапливаю небольшое количество шоколада, для перемешивания всегда использую деревянную палочку для суши. Это гораздо удобнее, чем ложку. Если нужно почистить много семечек, делаю простое приспособление. Две палочки отмороженного обматываю канцелярской резинкой. Между ними вставляю небольшую деревяшку. Получаются вот такие щипцы. В отсутствие консервного ножа открыть банку поможет эмалированная кружка. Чтобы молоко не убежало, стенки сотейника смазываю сливочным маслом. За счет этого при закипании молоко будет подниматься вверх гораздо медленнее, и как раз можно успеть выключить огонь. Порезать лук-порей длинной соломкой можно и без помощи ножа, нужно лишь воспользоваться вилкой. Чтобы индукционная плита или плитка всегда оставалась чистой, достаточно использовать обычное бумажное полотенце. Отделить яичный белок от желтка можно при помощи обычной воронки. Разбиваю в нее яйцо, весь белок стекает вниз. Чтобы кухонные ножи долго служили и всегда оставались острыми, не стоит резать ими на стеклянных досках. Такая доска служит лишь подставкой. Нарезанные продукты сдвигать с доски нужно тыльной стороной ножа, чтобы сохранить целостность острой. Чтобы нож не затупился, разбивать яйца нужно не острой его стороной, а опять-таки тыльной. А еще на зиму я замораживаю свежие зернышки кукурузы. Початок разламываю пополам, одним из рядочков придется пожертвовать, вынимая его как получится ложкой. А дальше все очень просто, каждый последующий ряд легко отделяется легким движением пальцев. Зерна кукурузы перекладываю в пакет и соорудив вот такое нехитрое приспособление, откачиваю воздух при помощи фена. Убираю в морозилку.